А давайте продолжим, у меня уже главный мир. Вся Бельгия, Голландия, это все равно родина велосипедистов. И велосипедист здесь всегда главный. Здесь и семейные велосипеды, и просто велосипеды. Что делают они? Они, как правило, оставляют свой велосипед где-то там, в моменте, откуда они езжают. Выезжаешь из своего, например, дома, приехал на велосипеде, запарковал его около железнодорожного вокзала в том городе, где ты находишься. И потом спокойненько поехал, например, вот сюда, в Атвакон. Отсюда ты вышел, взял велосипед и дуешь до места, скажем так, своей работы. Почему это происходит? Очень просто, потому что парковка здесь стоит бешеных денег. Ну что, самое время проследовать самый красивейший вокзал Европы. Посмотрим, что же так красивого там. Ну хотя фасад, конечно, на миллион. Что же внутри находят? Аплодисменты, что – это, конечно. Что сейчас. Что – это, конечно. Что – это, что – это, конечно. С漏. Класс. С – маленький. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И был в детской коляске. Здесь есть вдохновение. Вот теперь я готов сесть в Восточный экспресс и отправиться в самое крутое романтическое путешествие. В Париж. В Амстердам. Де бог его знает куда. Чем отличались люди планеты Земля в 900-х годах? Тем, что у них внутри было тепло, было сердце, был огонь, и они его выплескивали в камень. Чем мы отличаемся от них? Тем, что... Сука! Мы умеем только считать, множить и делить. От этого мы жалки и убоги. Знаешь, в последние 30 лет что-то подобного производил мир? Представляешь, насколько мы деградируем? Насколько мы убоги. И прежде всего я понимаю это здесь. Самое интересное, что мы восторгаемся Европой. И безусловно, но мы в Европе видим что? А какая Европа? Какая Европа сегодняшняя? Где нечто подобное ты видишь сейчас в Европе? Это не проблема Европы, это проблема мира. Это не проблема мира, это проблема твоего внутреннего содержания. Мне кажется, она пусто. И смотри, какие были наши предки. Самое интересное, что они передали это своим внукам. А что оставишь ты после себя? Ты, конечно, видел Эфелевую башню и думал, для чего она нужна была. А это была демонстрация возможностей. Люди могли строить вот это. Это, в принципе, та же самая технология, что использована на Эфелевой башне. Это металл из заклепки. Там был макет, а здесь реальное применение. Посмотри на эту прелесть. Ну разве же это не великолепно? Вот все это великолепие. Посмотри, пожалуйста, наверх. Куски тонны мрамора, бетона. Все это заключено в одной вот такой опоре. И это, чтобы ты понимал, выдерживает современные вибрационные нагрузки. Это выдерживает любое землетрясение. А теперь точность и исполнение. Ты видишь это? Современные технологии ничего подобного сделать не могут. Вот если могли бы, то делали бы, а не болтали. Погляди на это великолепие. Опять же, надо дать должное. Если мы гуляем даже по этому, не Парижу, не Брюсселю, а по Атварку на городишку, то здесь современные архитекторы просто не могли, живя в таком великолепии веками, делать какие-то убогие проекты. Поэтому те проекты, которые здесь есть, еще раз говорю, мы не идем куда-то, мы не направляемся куда-то. Мы просто движемся вокруг вокзала для того, чтобы найти эту несчастную бриллиантовую улицу. Я не помню, где она. Где-то, по-моему, вот здесь. Но вокруг нас встречаются вот такие вот замечательные инсталляции. И просто если мы посмотрим, как выглядит даже какой-то забитый Лидл, посмотрим в помещении, в котором он находится. Тут все дышит великолепие. А мы продолжаем свои беглые прогулочки, потому что мы на Атварку выделили один час. Один час, потому что мы пытаемся проехать все города Бельгии. И мы, вообще-то, рассчитаны на детские эмоции. Но для взрослых тоже надо немножечко каплю адреналина, поэтому мы заскакиваем вот сюда. И просто, чтобы гулять по вокзалу и испытывать вот такой вот, назовем его, архитектурный оргазм, мне кажется, можно целый день. Если ты любишь архитектуру, если ты любишь историю, ты заметил, я тебя не назвал ни одной даты, ни одного исторического персонажа. Но тут такой момент, когда ты чувствуешь это сердце, понимаешь? Ты просто зашел, и если ты своими руками хоть один раз в своей жизни что-то сделал, и ты помножишь вот это вот, насколько это качественно сделано, какой объем проделанной работы, ну, ты понимаешь, что такое молитва в камне, ты понимаешь, что это было сделано. А и вспомни, какой сегодня год и в каком это состоянии. Ну и давай помечтаем в наших зданиях что-то подобное сохраниться. Ну, сохраниться, наверное, это достояние человечества. И путешествовать вот за этим и нужно. Потому что после таких путешествий ты возвращаешься в удушевленный. Кайфуешь же еще неделю попутешествовал, полгода в кайфе. Улица, но здесь их простых вот этих вот скажем так, салонов, бриллиантов больше, чем в вашем городе. Я не знаю, откуда вы сюда приехали. Мы зайдем вот в любой из этих магазинчиков, в любой, и вот здесь бриллиантов будет больше, чем во всем вашем городе. Хотя это просто маленькая улочка, и сейчас как будто бы все закрыто. Мы немножечко не в то время, не в том месте. Просто посмотрим на одну из полок, как это могло бы выглядеть. А вот это вот бриллиант, сколько парад? Это в районе 600 евро он стоит, да? Не знаю, точно написано. Ну, примерно. А где вы надпись видите, сколько он стоит? Мы можем показаться. Ну да, правильно. А вот это вот, сколько это парад бриллиант? Я понимаю, что это один. У нас до 60. До 60? А, 0,60. А, 0,60. 600 евро, может быть, 40 процентов? Нет, я говорю, после скидка. Главное, стоит 500, 600. А, я понял, я понял. 400, 200, 500, 500, 500, 500, 500. Всегда что-то отдельное, что все всегда по скидкам можно взять. Нет у вас такое, что вы знаете? Есть, да, отдельное? А что тебя интересует? Ой. О, все. Красиво. Да, да, все. А что ты не прилипаешь? Вообще же пальчиком припитал. Куда ты спешишь? А? Да, куда ты спешишь? У меня младший фиталат хочет. Когда, когда, когда выезжаете? Завтра. И золото. То есть, мы встретили человека, который владелец этой лавки. Понимаете, что все конфиденциально. Там, где алмазы, бриллианты, там вообще все конфиденциально. Никаких интервью, никаких фейсов, профилей. Ну, человек не дает. Но, смотрите, он рассказал следующее. Ребята, если у вас, вот в том городе, из которого вы меня смотрите, стоимость хорошего колечка стоит 1800-2000 евро, цена здесь будет от 400 стартует до 600 евро. От 400 до 600. Он говорит, если вы сюда приезжаете на неделю, с супругой можете сделать индивидуальный заказ. Его сделают именно под вас. Вот представьте себе инвестиция. Ты покупаешь что-то за 500, что со старта стоит до 2000 евро. Такой у нас. Смотрим туда. Там действительно мировое достояние. Действительно шедевр. Ребят, но у нас путешествие рассчитано на детскую эмоцию. Все-таки на детскую эмоцию. И мы многодетная семья. Объединяемся с другими многодетными семьями и путешествуем таким образом по Европе. Поэтому то, что здесь вы видите, это так галопом по Европам для взрослого, скажем так, осмотрителя. Детям нужна эмоция. Поэтому мы движемся сейчас в следующий город, Пули. Поэтому на пути у нас будет зоопарк и шоколадный оргазм. Для этого мы идем вот в это здание, в музей шоколада Базарполь. Здесь шоколадный весь зол. Шоколадному музею, но я предупреждаю, это будет очень короткий, надеюсь, очень полезный тур. Начинают, как правило, все с долгих хождений. А сама экскурсия, вот вся эта экскурсия, она у тебя займет до двух часов. От полутора до двух часов. Смотри, как это будет выглядеть. Вы проследуете непосредственно в кулинарный цех, оденьте на себя все эти припомпасы, и сами будете делать шоколадный оргазм. Сидите, то есть у нас здесь есть первый стол, где пекут пироги, есть маленький, где делают. Теперь следующий момент, что мы здесь увидим. Давай посмотрим. Во-первых, если ты не разбираешься в шоколаде, то ты можешь выбрать свой любимый вкус. И это все, вкус, это как парфюмерию, знаешь, выбирают. Так и можно выбирать здесь любой свой вкус шоколада. Двигаемся дальше. Есть, конечно же, подарочные комплекты, и они, безусловно, изумительные. Но есть эксклюзивные вещи. Например, ты можешь купить комплект и готовить шоколад дома. Не нравится эта идея? Согласен, мне тоже не очень нравится. А как тебе идея взять дома и устроить гриль из шоколада? Тоже не нравится. Можешь написать буквами любое имя, фамилию или все, что пожелаешь. А как тебе парфюмерия и шоколада? Как тебе эта идея вообще заходит? А как тебе сейфа хранилища шоколадного? Вот, чтобы ты понимал. Каждая такая монетка стоит 3 евро. 3 евро стоит монетка. Можешь представить, сколько стоит вот этот чемодан? Целое состояние. А теперь представь себе, как выглядит шоколадо-хранилище. Вот каждая эта монетка стоит в районе 3 евро. И шоколад здесь действительно на вес золота. Погляди, погляди, как это выглядит. Движемся дальше. Здесь есть всевозможные шоколады, которым вряд ли я тебя удивлю. Что тут происходит? Но не важно, что тут происходит. Важно, что тут что-то ломают. Это очевидно. Шоколадное пиво тебя может устроить? А может быть, тебе устроить шоколадные обувь? Например, можно выбрать туфельку. Например, можно себе выбрать брелочки, крем и прочее, прочее, прочее. А как тебе напиточки вины и шоколады? А как тебе серьги, например, из шоколада? А как тебе, например, колье не бриллиантового, а из шоколада? Как тебе, например, яичницы из шоколада и тапочки из шоколада? Что это все рассказывает? Ты понимаешь, что здесь из шоколада практически все? Парфюмерия, пиво, вино, обувь, аксессуары, серьги, колье. Здесь настоящий шоколадный район. Каждая такая штучка стоит минимум 3,5 евро. Это минимальная цена. Ну, максимальная до 25 евро. Если коротко, то отличный аттракцион. Стоимость для взрослого 20 евро. Так что с тебя жирный лайк и подписка с экономом 20 евро. В моем понимании, это такой плавильный котел культур. То есть, если я здесь буду сейчас стоять в китайском квартале, здесь абсолютно другой ритм жизни. То есть, здесь будет утренняя кофе, другое. Здесь будет вечерняя кружка пива, другая. Ритмика будет другая. Такое ощущение, что ты в настоящем Китае находишься. То есть, ничто здесь не говорит о том, что ты не в Китае. Если ты посмотришь на иероглифы, если ты посмотришь на продукты питания, на то, на каком языке здесь говорят, это сто процентов ты находишься в Китае. Интересность в том, что если я пройду буквально одну улицу, одну какую-то несчастную улицу, то я окажусь уже, скажем так, в еврейском квартале. То, что происходит в еврейском квартале, вообще не похоже на то, что происходит в китайском квартале. Если я еще пройду одну улицу, то я окажусь в арабском квартале. И это совершенно другая история. Если я пройду еще одну улицу, я почувствую настоящую Бельгию. Находясь в одном городе, ты можешь путешествовать в культурах, в верах, в ментальности, в кухне, абсолютно во всем. И вот такой вот, как бы его правильно назвать, этот город, ну, как я сказал, это моими мозгами, это плавильный котел. Обязательно заезжайте в Атварпан на одну короткую остановку. То есть я не вижу себя здесь, как путешественника. Даже включая то, что я отжил в этом городе примерно 6 месяцев в свое время, он не оставляет какого-то такого оттенка, в который хочется вернуться. Ну, например, Барселона и, например, Амстердам или Лондон. Я тоже жил в этих городах. Туда хочется вернуться. Такое, чтобы вернуться сюда, особо нет такого желания. Ну, может быть, меня просто не связывает с этим городом. Не было каких-то ярких эмоций, воспоминаний. Но с точки зрения архитектурного, кулинарного и такого, ну, как бы правильно это сказать, странного города, я вот прям другого сравнения не назову. И я Атварпан называю так. Так, это еще не Бельгия, но уже не Франция. Если вы были здесь, вы наверняка поймете меня. Если у вас есть другое мнение, где мы в комментариях, обязательно его оставьте. Заход на китайскую улицу, он обязателен. Единственное, мне здесь не получается снять контент, как мы здесь кушаем, что мы здесь покупаем, какие сувениры, потому что вот в этой части нам не разрешают фото и видео. Подегустируюсь хорошего бельгийского пива и неплохо выспасаться, ведь мы этого заслужили. И отправимся в следующую бельгийскую достопримечательность. Пене стоило 100 евро, и там на 10 человек, это три гигантских комнаты. И здесь можно просто поселиться, ну, в таких хостелевых, как бы, условиях, но тем не менее, смотрите. А еще раз говорю, мы путешествуем семейно. И все дети, все, вот ты вместе с детьми, вот сюда на эти вот шконочки сегодня и почувствуешь себя так, как будто бы ты спишь во хостеле. Разумеется, здесь есть кухня, можно приготовить все, что угодно. Есть еще дополнительный зал для развлечений. И в целом, для семьи за 100 евро снять что-то похожее, мне кажется, это, в общем, круто. Классно здесь? Ну, а сколько кровать? Покажи. Я же уже показал. Ну, да. Следующее помещение вот такое. Сегодня мы рассмотрим кухонька. Путешествие по Европе. Мы проедем несколько столиц Европы. Самые злачные места. Путешествие рассчитано на детские эмоции. Это низкобюджетное путешествие. Пожалуй, самое дешевое путешествие, которое только себе можете позволить. Мы посетим Париж, Бельгию, Амстердам, Брюги, Монс и парочку секретных мест. Разумеется, цель нашего путешествия, чтобы наши детки своими глазами видели Европу, а не по телевизору, чтобы пропаганда на них практически никак не влияла. Посетим парки аттракционов, зоопарки и самые-самые топовые места. Для чего делают взрослые? Конечно же, отдохнуть от суеты. Для чего мы берем своих детей в дорогу? Чтобы они видели ту прекрасную Европу, после посещения которой бесполезна любая пропаганда. Низкобюджетное путешествие с Владимиром Волошиным. Итак, поехали.